Всем привет! Сегодня к вам с подборкой рецептов на Новый год. И первый вариант это рулет закусочный. Для начала приготовим украшение. Нам понадобится пучок укропа, 100 грамм маслин и 1 столовая ложка масла. Пробиваем все в блендер. Для теста берем 5 яиц, соль пол чайной ложки, перец. Перемешиваем. Добавляем 50 грамм майонеза, 50 грамм сметаны. Еще раз все перемешаем. Добавляем 40 грамм крахмала и 40 грамм муки. Замешиваем тесто. 5 столовых ложек теста отправляем в начинку. Начинку перемешаем, откладываем ее пока в сторону. Противень застилаем пергаментом и выливаем тесто. Распределяем равномерно. А теперь украсим наш рулет. Смесью с укропом и маслинами. Я хотела, чтобы у меня получились полоски, как у тигра. Ведь у нас год тигра. Не совсем получилось то, что я хотела. Полоски были слишком толстые. Но в принципе мне очень понравилось. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Горячий рулет сразу же переворачиваем. Заворачиваем в рулет и оставляем остывать. Остывший рулет смазываем паштетом. Паштет у меня покупной, вкусный и хороший. Можно приготовить самим. Натираем на терке 100-130 грамм сыра и распределяем по паштету. Также натираем 5 вареных яиц. Укладываем поверх сыра. Измельчаем пучок зеленого лука. И посыпаем на яйца для красоты и яркости рулета. Плотно сворачиваем рулет. Рулет заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 2-3 часа. Чем дольше он стоит, тем прочнее он будет. Такая вот красота получается. Очень вкусный, интересный и праздничный рулет. На новогоднем столе будет смотреться красиво и аппетитно. Готовим салат с тунцом, слоеный. Как же без салата. Первым слоем у нас будет 1 банка тунца. Если у вас тунец с кусочками, то измельчаем его. Затем измельчаем пучок зеленого лука и распределяем по тунцу. Два вареных яйца. Отделяем желтки от белков. Желтки отставляем в сторону и натираем белки на терке. Укладываем поверх лука. Смазываем майонезом и немного можно посолить. Вареную морковь 2 штуки натираем на крупной терке. И укладываем следующим слоем на яйца. Посолим. И смазываем майонезом. Следующий слой будет у нас свекла. Две вареные свеклы натираем на терке. Солим свеклу. Перемешиваем. И укладываем следующим слоем. Желтки. Разминаем вилкой. И украшаем ими салат. Также посыпаем зеленым луком. Убираем в холодильник на 2 часа, чтобы салат пропитался. Снимаем кольцо. И посмотрите, какой красивый и яркий салат получился. По-настоящему новогодний. Очень вкусный и простой. А это праздничные бутерброды. Кусочек хлеба смазываем творожным сыром. Сверху укладываем кусочек огурца. А на шпажку нанизываем маслины. И заворачиваем полоску бекона. Вот и все. Такой красивый и простой бутерброд получается. Выглядит очень празднично. Вместо творожного сыра можно батон или хлеб смазать маслом. Бекончик заворачиваем. И готово. Следующий вариант. На батон укладываем зелень. У меня рукола. Можно салат. Творожный сыр осаживаем с помощью насадки. Можно, конечно, просто положить ложечкой. Далее кусочек красной рыбы. С другого края мы укладываем авокадо. И помидорку черри. Посмотрите, какая красота. Простой, но интересный вариант такого бутерброда. Смотрится очень празднично. Бутерброды готовы. Такие бутерброды не останутся без внимания. И разлетятся вмиг. А это салат с курицей и апельсинами. Посмотрите, какой яркий и красивый. Вареное куриное филе одна штука. Измельчаем. Также рвем салат. В салат отправляем нашу курицу. Апельсины. Я чищу таким образом. Расскажу потом почему. Вынимаю ложкой, чтобы у нас получилась чашечка. С апельсина убираем шкурки. Отрезаем. И мякоть отправляем в салат. Здесь у меня мякоть полтора апельсина. Добавляем пять столовых ложек кукурузы. Измельчаем красный лук. Добавляем в салат. И гранат по вкусу. Соль, перец. Заправляем все растительным маслом. Каким-нибудь вкусным. Поливаем соком лимона. И перемешиваем. Салат очень яркий, вкусный и интересный. По-настоящему новогодний. А вот для чего мне нужны были такие апельсины. Посмотрите, как можно оформить салат. Можно подать его в чашечках из апельсинов. Очень понравилось детям. Они захотели есть именно в таких чашечках. А можно сделать такие надрезы и будет еще красивее. А это мясной пирог. На новогоднем столе мяса много не бывает. Нам понадобится 600 грамм фарша. Натираем туда же одну луковицу. Или измельчаем мясорубки. Натираем 2-3 зубчика чеснока. Соль и специи по вкусу. Перемешиваем. Нарезаем пучок зеленого лука. Измельчаем половинку болгарского перца. Измельчаем мелко. Отправляем в фарш лук и перец. Добавляем 3 столовые ложки кукурузы. Измельчаем 1 красный лук. Нарезаем маслины. И все отправляем к фаршу. Перемешиваем. Для вкуса я добавила 1 столовую ложку горчицы и 1 столовую ложку кетчупа. Перемешали. И начинка для нашего пирога готова. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Слоеное тесто бездрожжевое. Заранее размораживаем. 200 грамм. Раскатываем. Тесто у нас здесь только как подушка. Для того, чтобы мясо осталось тут и сочное. И сок никуда не девался. Например, нижнюю часть теста мы есть не стали. Только верхнюю. Делаем небольшие надрезы по бокам. И заворачиваем рулет. Делаем такие нахлесты. Как будто плетем косичку. Закрываем мясную начинку. Пирог перекладываем на противень. Смазываем яйцом. Просыпаем кунжутом. И ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Готово! Остужаем. И можно нарезать. Посмотрите, какой яркий пирог. Вкусно, сочно и интересно. На праздничном столе будет смотреться очень красиво. А это закуска. Картофельный ролл с селедкой. Ну, просто объедение. Измельчаем 1 лук. Лук маринуем. Добавляем 2 столовые ложки сахара. 1 чайную ложку соли. Уксус 2 столовые ложки. И вода. 1 стакан. Перемешаем. И оставляем на 30 минут мариноваться. Отвариваем картофель в мундире 4 штуки. Очищаем его. Натираем на крупной терке. Также натираем плавленый сыр 50-70 грамм. Солим и все разминаем хорошо. До однородной массы. Застилаем пищевой пленкой. Я разделила картофель на 2 части. Выкладываем прямоугольник из картофеля. С краю филе селедки. Зеленый лук. Лук маринованный. И заворачиваем плотно рулет. С помощью пищевой пленки. Сверху посыпаем укропом. Можно какой-нибудь панировкой. И так собираем второй рулет. Прямоугольник из картофеля. Селедка. Лук зеленый. Лук маринованный. И сворачиваем рулет. Если убрать в холодильник, то нарезать будет проще. Хотя бы на несколько часов. А мы нарезаем. И можно выкладывать. Посмотрите, как аппетитно. И детям, и взрослым эта закуска пришлась по вкусу. Слопали с удовольствием. Рекомендую попробовать на новогоднем столе. Уверена, она понравится гостям. А это горячее. Мясные рулетики с овощами. Нам понадобятся свиные отбивные. Накрываем пищевой пленкой. И отбиваем. Отбиваем с двух сторон. Соль, перец по вкусу. Можно добавить специи. Я большую отбивную разрезала на две части. Смазываем майонезом. С краю укладываем картофель. Порезанный на брусочки. Лучок. Немного посолим. И болгарский перец. Сворачиваем все это в рулет. Закрепляем зубочисткой. Вот такой рулет получается. Собираем так остальные рулетики. Смазали мы майонезом изнутри, но также можно смазать снаружи, чтобы было еще сочнее. Необязательным майонезом можно смазать сметаной. Противень засилаем пергаментом. Смазываем растительным маслом. Выкладываем рулетики. Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут. Вот и готово. Сразу мясное блюдо с гарниром. Очень вкусно, сочно. Эти рулетики мы просто обожаем. А это все рецепты, которыми я хотела с вами сегодня поделиться. Надеюсь, вы выберете что-нибудь для себя на новогодний стол. А я, как и обещала, в каждом видео в декабре будет розыгрыш. И сегодня мы будем разыгрывать снова дубовую доску со вставками ясеня. Придет вам в коробочке, которую вы также сможете использовать в дальнейшем. А к досочке в подарок идут набор полотенцев в преддверии Нового года на новогоднюю тематику. Надеюсь, они вам пригодятся. Они такие милые. Условия, как всегда, простые. Поставить лайк, подписаться на канал, поделиться этим видео, друзьями и родными. И оставить любой комментарий. Итоги этого розыгрыша мы проведем ровно через неделю. 9 декабря. Участвуйте и вам улыбнется удача. А если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал. А в описании вы найдете ссылку на мой второй канал, где много рецептов, тортов, десертов и различной выпечки.